Ровно год, как я пользуюсь базовым MacBook Pro 16 дюймов с чипом M1 Pro, и практически всегда я его использую для видеомонтажа. Сделал более тысячи видосов для своих клиентов и двух моих YouTube-каналов, а также взял его с собой в несколько путешествий, и поэтому сейчас у меня есть целая тонна опыта, и я готов с вами поделиться, является ли этот ноутбук сейчас лучшим решением за свои деньги на рынке, или всё же стоит подождать новых чипов M3 с 3-нанометровым техпроцессом. Поехали! И сразу начнём с видеомонтажа. Я снимаю на Sony A7S III только в 4K и кодеке XAVC-S. Это у нас H.264, Long GOP, 10-bit, 4.2.2 кодек, и он достаточно тяжёлый для большинства компьютеров. До этого я использовал iMac 5K конца 2015 года почти в максимальной конфигурации, и вот он даже нормально проигрывать материал Sony A7S III в 4K 25 кадров в секунду не мог. А я уж не говорю про 4K 50 или 120 кадров в секунду. Я делал либо прокси, либо снимал в ProRes на Atomos Ninja V Recorder, но с M1 Pro, MacBook Pro 16 дюймов, я абсолютно забыл про то, что такое. Лаги, замирание, тормоза, даже с 4K 120 кадров без всяких прокси и так далее. Даже несмотря на то, что почти все проекты у меня с эффектами, цветокоррекцией, лутами, переходами. Время рендеринга и стабилизации клипов могло бы быть чуть-чуть лучше, но в принципе это уже в разы лучше, чем я испытывал на любом другом компьютере, которым я пользовался до этого. Но вот один плагин всё-таки заставил меня вспомнить старые добрые дни ожидания, когда же всё-таки отрендерится фрагмент, чтобы его посмотреть. Это Dehancer. Dehancer это однозначно лучший эмулятор плёнки в таком цифровом виде, и если вам интересен обзор на данный плагин, то он есть по ссылке в описании. Но при этом он очень прожорливый в плане ресурсов. Мне очень нравятся его инструменты, но вот мой 16-дюймовый M1 Pro в базовой модели, ну не слишком мягко и легко работал с данным плагином. Сил у него хватает на то, чтобы внести изменения в статичную картинку, и в таком режиме работает довольно легко и просто. Но вот если вы хотите просмотреть фрагмент, его нужно сначала отрендерить, именно вот этот кусочек, а дальше уже смотреть. И как правило, рендерится он в 3-4 раза медленнее, чем когда вы рендерите обычный файл без Dehancer в 4K 10-бит, например. Поэтому, чтобы спокойно и без ожидания работать с Dehancer, лучше всё же рассмотреть модель на M1 Max или подождать модели с 3-нанометровыми чипами. На моём компьютере работать с Dehancer реально, но я бы всё-таки оценил, если бы он работал более быстро. Время рендеринга и экспорта. В большинстве случаев файл выведется примерно в 2 раза быстрее, чем его настоящая длина. Допустим, 10-минутный 4K проект с кучей слоёв 4K видео, цветокоррекции, лутами, эффектами, титрами, переходами и так далее обычно выводится за 5-8 минут. Если же вы работаете с ProRes и выводите также в ProRes, то ещё быстрее. Но если вы примените плагин Dehancer на весь проект, то рендерится будет в 2-3 раза дольше, чем длина самого проекта. Ну, допустим, 4K 2-минутный проект выведется за 5-6 минут. У меня есть целое большое видео по работе с разными кодеками, со временем экспорта, разрешением и так далее, конкретно на данной модели компьютера. Так что ссылку оставляю в описании, если интересно, вперёд. Ну и, конечно, после тяжёлого рендера мы получаем тепло, которое вырабатывает данный компьютер, как и любой другой. Поэтому обсудим нагрев и шум вентиляторов. В большинстве случаев данный компьютер абсолютно тихий и прохладный. Но вот если вы работаете с 4K проектом, да ещё и довольно длинным, он может стать достаточно тёплый, так что его будет не очень-то комфортно держать на коленях. А вот вентиляторы на полную мощность я слышал буквально раз 20 за целый год. И то только когда я экспортировал очень длинные 4K проекты, больше 15 минут, ещё и с плагином Dehancer, например. Но зато сразу после окончания экспорта снова становилось тихо и практически выключались вентиляторы. Их почти не слышно, можно сказать, всё время работы. В целом я скажу так, что M1 Pro 16 дюймов очень хорошо отрабатывает с точки зрения нагрева и шума вентиляторов. Но всегда есть куда расти. И когда у нас будут 3-х нанометровые чипы, они будут ещё более холодными и энергоэффективными. А значит и время работы от батареи также увеличится. Это хорошо. Кстати, говоря о батарее, технически 16-дюймовый MacBook с M1 Pro чипом лучший среди всех 14 и 16-дюймовых MacBook с точки зрения работы от батареи, потому что у него самая большая батарея и менее прожорливый чип. И настоящее время работы от батареи также очень неплохое. Если вы прям жёстко монтируете, экспортируете файлы в постоянном активном режиме, всё это в 4К с лутами, эффектами и так далее, так как я собственно часто делаю для своего ютуба и для клиентов, то время работы около 4-х часов под очень серьёзной интенсивной нагрузкой. Но если вы более простыми задачами заняты, такими как просто ползаете в интернете в браузере, смотрите кино или работаете с документами, то вы легко можете получить и 8, и 10, и 12, и может быть даже 15 часов работы от этой машины. И за год использования на моём компьютере набежало 211 циклов зарядки и 97% батареи. Ну точнее здоровья батареи, как правильно сказать. В общем вы поняли, по-моему нормальные показатели. И да, быстрая зарядка с MagSafe от 0 до 50% также очень выручает, да и вообще сам MagSafe я использую, наверное, процентов в 95 времени. 16 гигабайт объединённой памяти вкупе с очень быстрыми встроенными SSD на данном компьютере работают просто прекрасно. И я всего один раз получил сообщение от системы, что памяти недостаточно. А это был более чем 2 часа длиной 4K проекта, ещё и Safari и Chrome были параллельно открыты. В общем-то за год работы это отличный показатель. Так называемый SWAP, да, или обмен памятью с SSD-шником, всегда работает спокойно, и вы даже не замечаете, что у вас RAM или объединённая память закончились и уже используется SWAP. Но если честно, я думаю 32 гигабайта объединённой памяти это такая золотая середина практически для любого видеомонтажёра. В базовом 16-дюймовом MacBook Pro у нас идёт 512 гигабайт SSD встроенного. И так как я монтирую только с внешних SSD, это Samsung T7 и T5, то я практически всегда оставляю около 300 гигабайт внутри моего компа свободными. И при этом я думаю, что даже если у вас модель на 1 терабайт, то вам не обойтись без внешних SSD дисков, и большие проекты всё равно вы не сможете монтировать на постоянной основе только с помощью внутренней памяти компа. Поэтому мне вполне нормально живётся с 512 гигабайтами, вроде правильно сказал, но если вы сможете найти хорошее предложение на 1 или 2 терабайта встроенной памяти, то почему нет? Её же никогда не бывает в избытке, правильно? Кстати, про размеры и вес. Они нормальные, адекватные я бы сказал, особенно учитывая то, сколько места на экране вы получаете с 16-дюймовой моделью и насколько хороши там динамики. За этот год этот ноутбук побывал со мной в 10 странах и более чем в 30 городах. И в самолётах, и в поездах, и в автобусах, такси, отелях и так далее. Я бы сказал так, если бы я обладал MacBook Air, то было бы гораздо проще путешествовать, чем с 16-дюймовым MacBook. Но я не страдал и не матюкался, что я взял именно 16 дюймов с собой в путешествие. Конечно, с более компактным и лёгким ноутбуком было бы заметно проще перемещаться, но при этом у 16-дюймов есть и преимущества. И если это единственное, что вас останавливает от покупки 16-дюймового компа, не стоит переживать. Вы нормально справитесь с этим лишним килограммом и парой сантиметров по бокам. Разъёмы. Три Thunderbolt порта практически прекрасно подходят для моего стиля работы, но иногда я подключаю сразу два SSD, с которых я монтирую, и ещё третий SSD с моего Ninja 5 рекордера с прорез-материалом. Так что получается, все три Thunderbolt заняты одновременно. Поэтому четвёртый пришёлся бы очень кстати. Ну, вдруг добавят когда-нибудь. HDMI и SD-карт-ридер также работают прекрасно, и я наконец-то избавился от всех видов донглов, которые у меня были. И кстати, я пользовался для монтажа видео только встроенным трекпадом и клавиатурой. Вообще никаких нареканий. Трекпад просто прекрасен. Про экран. Весь год я использовал этот 16-дюймовый экран, без каких-либо дополнительных мониторов, вот только, как он есть, 16 дюймов, и монтировал только в таком режиме. Для себя я разработал комбинацию горячих клавиш, для того, чтобы переключаться с режима просмотра материала и отбора материала на режим цветокоррекции. Если интересно, ссылку оставлю в описании, как я это сделал. И кстати, ребят, челка не мешает. Просто поставьте уже черные обои, какие-нибудь темные, и все, не будете ее замечать. Эффект блуминг, кстати, в темных сценах все-таки заметен, он иногда действительно отвлекает, но с другой стороны уровень черного здесь прекрасный. Максимальная яркость 500 нит в обычном режиме, также просто отлично себя показывает, для моей работы вполне достаточно, но есть еще и HDR яркость 1000 нит, и ее, кстати, можно разблокировать и в обычном режиме работы с помощью приложения Vivid. И кстати, когда вы монтируете, я все-таки советую на максимум яркость не выкручивать, оставлять ее на 50-75%, потому что может быть легкое смещение по цвету, а также вы можете увидеть, что у вас вроде как переэкспонированы светлые участки кадра, а на самом деле нет. Ну а в остальном экран потрясающий, и технология Promotion заставляет все выглядеть чуточку более быстрым. Это приятно. Встроенный микрофон и веб-камера. Сейчас вы слышите VoiceOver, записанный на внутренний микрофон MacBook Pro 16 дюймов, без какой-либо постобработки и в неподготовленной акустической комнате. Встроенный микрофон здесь реально отличного качества, а вот веб-камера, ну просто нормальная, ничего сверхъестественного. Вполне подойдет для звонков в зуме. А некоторые из моих клиентов, кстати, сказали, что качество картинки при звонке им очень понравилось, но для меня это не так важно, особенно учитывая, что вышла macOS Ventura, и там можно использовать камеру вашего айфона как веб-ку. Колонки. Ну на 16-дюймовых MacBook Pro они просто сумасшедшие. Я реально потрясен качеством звучания и глубиной басов. В целом можно даже смонтировать ролик, используя только эти динамики и получить нормальный результат. Но, конечно, я так делать не рекомендую для профессиональной работы. А вот для музыки и фильмов ютубчика вообще отличные динамики, потрясающие. Я каждый раз их слышу и каждый раз удивляюсь. Реально можно настолько качественный звук поместить в формат ноутбука. Кайф. Ценность за свои деньги. Год назад я покупал его за 240 тысяч рублей в рестор, а теперь его можно найти даже за 150 тысяч рублей в той же комплектации. Пускай американца, без русской раскладки, но гравировку можно сделать совсем за недорого. Так что за 150 тысяч рублей это просто сумасшедшая рабочая станция. С великолепным соотношением цена-качество, и я бы однозначно рекомендовал эту машинку. Тем более за такую сумму практически всё, что я делал на этом ноуте, не вызывало у него особых сложностей. И на нём вы легко проработаете ещё лет 5-7 с комфортом. По ощущениям за год он стал чуть-чуть медленнее работать, но быть может просто прошёл вау-эффект от перехода с MacBook Pro 13 дюймов и iMac 5K, все на Интеле, которых M1 Pro рвёт просто как тузик грелку. Итак, стоит ли ждать чипов M3 на 3-нанометровом техпроцессе примерно в марте 2023 года? Или же купить такой же компьютер, как у меня, по хорошей цене? В сети очень много слухов, что Apple будет крупнейшим покупателем чипов на 3-нанометровом техпроцессе от компании TSMC. И, конечно, в течение следующего года, то есть 2023-го, мы увидим чипы M3 Pro и M3 Max. Ну, скорее всего. Они будут более энергоэффективные, также они будут производить меньше тепла, дольше будет держать батарея, и, конечно, чуть лучше будут показатели с точки зрения CPU и GPU. Но я не думаю, что производительность будет выше, чем, допустим, 20-30% в сравнении с M1 Pro и M1 Max чипами. Конечно, хотелось бы более холодную и более живучую с точки зрения батареи машинку, но очень много спекуляций в сети, что Apple поднимет цены на свои компьютеры на 3-нанометровых чипах, потому что у нас и с поставками есть проблемы, с логистикой, с инфляцией, ну, что я вам рассказываю. В общем, да и 3 нанометра техпроцесс куда более сложный и дорогой. Так что, скорее всего, ценник будет от 28 сотен долларов. Я так предполагаю. Поэтому скажу вам так, друзья. Если вы нашли по хорошей цене прямо сейчас 16-дюймовый M1 Pro MacBook Pro, берите, не разочаруетесь. Ну, а если вы вполне сможете еще годик проработать на той машине, на которой работаете сейчас, и вы готовы заплатить за нее более 25 сотен долларов, то тогда стоит подождать. Если вам данный ролик понравился, смело жмите лайк, подписку и колокольчик. Если остались вопросы, то добро пожаловать в комментарии. Ну и увидимся, друзья, с вами в следующем ролике. Пока. Берегите себя.